Позвольте мне сейчас зачитать резолюцию митинга нашей партии. Мы, представители северного района региона Республики Молдова, участники организованного нашей партии в Бельцах марша протеста против антинародного режима и митинга за свободную Молдову, констатируем. Молдова остается захваченным государством, которое находится под полным контролем олигархической группировки в лице ДПМ и ее лидера Плохотнюка. К сожалению, в тандем с Плохотнюком вступил президент Додон, который на недавних выборах обещал прямо противоположное – бороться с преступным режимом. Перед самими выборами Додон публично подписал обязательство не сотрудничать с Плохотнюком. Он обманул и предал сотни тысяч избирателей, в том числе и в муниципе Бельцы и в северных районах Молдовы. Перед вторым туром президентских выборов наша партия выступила в поддержку кандидата Додона. Именно потому, что он обещал бороться с режимом Плохотнюка и содействовать возвращению на родину лидера нашей партии, примара Бельцы Рената Георгиевича Усатова. Додон обманул и предал Рената Георгиевича и нашу партию. Рената Усатый по-прежнему не может вернуться домой из-за уголовных дел, сфабрикованных против него по политическим мотивам. Многочисленные политически мотивированные уголовные дела незаконно возбуждены против других руководителей и работников примарии города Бельцы. Офис государственной канцелярии в Бельцах по существу представляет собой ввелял ДПМ Плохотнюка. И вместо того, чтобы содействовать развитию города, всячески саботирует нормальную деятельность законно избранного местной власти. Ставленники ДПМ в Бельцах по-прежнему покровительствуют бандитским, коррупционным схемам, войну которых объявил Рената Георгиевича Усатый. Центральная власть дискриминирует муниципи Бельцы, ущемляет права его жителей по политическим мотивам. Бельцы получают от Кишинева меньше финансовых средств, чем положено по закону, в частности из Дорожного фонда. Сговор Дадона с Плохотняком стал полностью очевидным 5 мая 2017 года, когда в парламенте фракции ДПМ и ПСРМ вместе проголосовали за смешанную систему выборов. Фактически был совершен государственный переворот, цель которого увести Плохотнюка от ответственности за содеянные преступления, помочь ему сохранить власть, чтобы дальше грабить страну и издеваться над народом. Молдова превратилась в государство, в котором появились политические заключенные, а против оппозиции обрушился вал репрессии. Главный удар этих репрессий принимает на себя наша партия. Власти продолжают проводить политику социального геноцида, направленную на уничтожение населения и изгнание его за границу. Продолжается необоснованный рост тарифов, который ведет к дальнейшему обнищанию населения. Зарплаты и пенсии не хватает на самое необходимое. Обещанное повышение пенсии обернулось очередным обманом. Зато повышение возраста выхода на пенсию реально. Никто не борется с реальной коррупцией. Никто не собирается возвращать украденные из банков миллиард долларов. Подконтрольные режимы, силовые структуры и юстиция используются для зачистки политической оппозиции и переделав сфер влияния в бизнес. Центральная власть закручивает гайки в отношении местных органов власти. В первую очередь тех, где у руководства находятся представители оппозиции. Их лишают полномочий и ресурсов для решения самых насущных проблем людей. Водоснабжение, канализация, освещение, ремонт и строительство дорог, обеспечение школ, больниц, детских садов, борьбы с преступностью. Неугодных примаров и советников преследуют. Против них фабрикуются политические, мотивированные уголовные дела. Их пытаются запугать и подкупить. Мы осуждаем политические репрессии, развязанные режимом против лидера нашей партии Рената Усатова. Против Валентина Чемпоеша, Феликса Гринку, народных избранников и активистов от нашей партии по всей стране. Подобной антидемократической порочной практике должен быть поставлен конец. Мы требуем прекратить незаконные преследования лидера нашей партии, примара муниципия Бельца Рената Георгиевича Усатова. Закрыть все сфабрикованные против него уголовные дела. Обеспечить ему возможность вернуться домой. Нормально руководить примарием муниципия Бельца и нашей партии. Мы требуем прекратить давление на местные органы власти, дать местным избранникам возможность нормально выполнять свои обязательности перед гражданами, которые их избрали. Мы требуем прекратить давление и саботаж по отношению к Бельцам со стороны центральной власти и ее представителей в муниципии. Мы говорим, нет тандемов Плохотнюка-Додон, нет антинародной реформы избирательной системы. Мы призываем президента Республики Молдова Игоря Додона выступить за сохранение действующей системы избирания депутатов парламента. Не поддерживать введение любой системы выборов, которая позволяет сохранить преступный режим Плохотнюка. Мы требуем проведения парламентских выборов в полном соответствии с международными нормами и стандартами, предусмотренными для свободного и демократического волеизвлияния граждан. Мы говорим, нет росту тарифов и повышения пенсионного возраста. Требуем вернуть украденный миллиард, отправить в тюрьму реальных воров и коррупционеров. Наша партия остается подлинно народной партией, которая в сложных условиях захваченного государства и создание правящего тандема Плохотнюк-Додона продолжает борьбу за интересы людей, за освобождение Молдовы. Мы идем вперед! Победа будет за нами, потому что сила в правде! Сила в правде! Сила в правде! Сила в правде!